Российская актриса Ирина Антоненко, наиболее известная зрителям по таким сериалам, как «Золотая клетка», «Осиное гнездо», «Солнце в подарок», а также по роли супруги певца Муслима Магомаева в картине об артисте, переехала в США. Многие ее поклонники и коллеги задавались вопросом, почему на самом взлете своей карьеры в родной стране она совершила этот неожиданный шаг. На своей страничке в Инстаграме артистка сама ответила на этот вопрос. Ирина Антоненко – одна из самых красивых российских актрис, победительница конкурсов красоты и модель. У нее было блестящее будущее на родине, но она предпочла переехать в США, откуда пока не планирует возвращаться. А решение о переезде артистка приняла почти спонтанно. Однажды, в 2018-м, Ирина приехала на ужин к подруге. Девушки долго разговаривали, и в процессе этой беседы Антоненко поймала себя на очень важной мысли. Ирина вдруг осознала, что на данном этапе она достигла уже практически всего и оказалась в тупике. Да, у нее было будущее. Актрисы ей предлагали роль, но она не ощущала никакого роста, а это для Ирины самое главное условие, чтобы почувствовать полноту жизни. Обычно Ирина, если принимает решение что-то поменять в своей жизни, поворачивает судьбу на 180 градусов. Потому она решила переехать в США. В течение долгих 8 месяцев девушка собирала необходимые документы, чтобы уехать в страну по визе, предназначенной для людей творческих профессий. Жить в США актрисе очень нравится. Она до сих пор находится на перепутье и не может с точностью сказать, чем именно хочет заниматься в жизни. Возможно, она останется в актерской профессии или решит заняться бизнесом, карьерой телеведущей или певицей. Ирина наслаждается процессом. Она постоянно узнает что-то новое, знакомится со знаменитостями и людьми, создающими кино. Девушка работает в моделинге, а помимо этого посещает колледж, где изучает английский язык. О личной жизни артистка предпочитает не распространяться. Сейчас Ирина входит в топ самых красивых незамужних женщин. А вам нравится эта артистка? Пишите свои мысли в комментариях.